Прикол-то в том был, что у меня приехали клиенты, и мы пошли за Кобикор в тот сарай, оттуда выходит заяц. Они такие, ой, у вас бык ходит, говорят. Я такая, да, ой, у меня бык ходит. У нас сорвался бык, причем это уже третий раз за сутки, и ни один карабин его не выдерживает. Я не знаю, это какая-то суперкорова, которая знает, как снимать эти карабины, расстегивать. Вертушок, не вертушок, закручивающийся карабин, большой карабин, маленький карабин, ему все равно. Как еще живы наши велосипеды с мотоблоком, я не знаю, он там здесь обо все терся, по-моему. Вот. Хорошо, он не агрессивный, он просто, он просто ходит. А где он ходит-то? Вот где он теперь ходит, этот бык? Нет, там могут коровы быть, коровы. Блин, смотри, как открыто-то. Открыто прям этот. Это он, кстати, сделал, так что было закрыто. Блин, у меня аж прям все там внизу запускается, я боюсь его. Ну, как же не карабин, если я к этому цеплял? А, ну, может, второй карабин? Который там остался. Видишь, что творится, а? О, шмар. Так, вот, интересно, это там влезет? Туда вообще должна влезть, да? Кто нагулялся, хоть и то хорошо, что нагулялся. Хоть не будешь буянить сильно, да? Опс. Ай-яй-яй-яй-яй. Зайка, ко мне не подходим, я боюсь. Я, конечно, не очень сильно его боюсь, я знаю, что надо делать, когда к тебе подходит большой бык. Кстати говоря, бить его по голове бесполезно. У них какие-то каменные головы. Вот по корпусу он еще как-то понимает, что я его наказываю. А вот по голове, по шее. Самое плохое, что у нас двор не разделен от животных. И, конечно, такие случаи, это, ну, я считаю, что большой риск. Не стоит этого, конечно, делать. Надо, надо делать забор, надо делать внутренний забор, чтобы, если кто-то выскочил из сараев, не побежал в открытую. О, смотрю, он к тебе идет. Да нет, он сара не зайдет. Он понял, что с ним хотят сделать. Ну, попробуем, давай в сарай. Не стук зерна попробовать. Бедретом зерно поставить, он пока ест. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Субтитры делал DimaTorzok Смотрите продолжение в следующей серии. Попался, который кусался. Пушистик. Ну я пушистик. Так, ну что, я пришла домой. Сейчас я вам покажу, как я обнаружила, что наш бык сбежал. Хочу сказать, что очень здорово, что у нас теперь стоит камера. И я как бы регулярно проглядываю, что происходит у нас и в сараях, и на участке, кто приходит, как себя животные чувствуют, никто ли не отелился случайно. Ну вот, а сегодня, видите, сорвался бык. Сейчас мы найдем этот момент, когда он отстегнулся. Вот он сейчас стоит, стоит, головой там как-то крутанет. И представляете, целых два карабина расстегнет. В общем, что я хочу сказать. Есть такая всегда опасность, что кто-то из животных сможет отвязаться и выйти. Поэтому сейчас мы будем делать еще внутренний забор, по крайней мере, я это планирую в ближайшие дни сделать, для нашей безопасности. А так, конечно, камера это большой плюс теперь для нашей семьи, для нашего хозяйства и для нашей безопасности. Потому что вот я посмотрела, он вышел, отцепился. Ну, слава богу, мы его поймали, пристегнули. Но мы, естественно, никуда не выходим, пока вот он гуляет у нас. Уже предвкушаю ваши комментарии. Хочу сказать, что все сразу не осилить и все сразу не предусмотреть. Сейчас будем решать эту в ближайшее время проблему. Но я все равно надеюсь, я вас не сильно напугала этим видео. Такие случаи у нас уже были. Всегда все это заканчивается нормально, потому что животные у нас ласковые, добрые. Мы с ними обращаемся аккуратно, не бьем их. Ну, в общем, агрессивных у нас, слава богу, нет. Спасибо, что поддерживаете мой канал, ставьте лайки и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok